Ну вот и снова я в пути. Сегодня я направляюсь уже в Джакарту, не где-то ехать около восьми часов в классе эконом. Естественно, не потому что самые дешевые билеты. Здесь там табуретки, скажем. Но я все выдержу. И в десять вечера следующего дня я улетаю уже. Поэтому я думаю, что мало что будет интересного. Первое впечатление такое же самое, наверное, как и от всех городах. За карта ничем не меняется. Не отличается. А это детка Индонезия. У нас были билеты. Вот здесь так похоже, что цивилизация и земленный город. Ну а в Джакарте у меня такое же мнение, как и обо всей Индонезии. Я здесь уже как белый человек и иду. И на меня все обглядываются и смотрят. Сегодня новый день. Вроде настроение хорошее. Я переночевал в хостере довольно дорогом. Как обычно в Индонезии завтраки у них говно, если даже написано, какие-то тосты. И все. А, еще в Каал-Лумпуре такая же говно была. Точно. Вообще. Короче, сегодня прекрасный день. Солнце. Как обычно, жара. Градусов 30. Я иду гулять по городу Джакарте. Это столица Индонезии. И в 8 часов я отправляюсь во Вьетнам. Ну, через, конечно, Каал-Лумпур. Это опять же Малайзия. Ну, не важно. Все равно. Завтра я уже буду во Вьетнаме в Хашимине. И это круто. Вот вам загадка. Как вы думаете, как же здесь перейти? Вон там дебра есть. И там дебра есть. А здесь ее нигде нет. Ответ прост. Бежать. Вот так. Защищают они достопримечательность. Какой-то пик. Вон, еще здесь не видим. Ну, это там парковая зона. А это вокзал с автовокзалом, где можно купить билет за 40 тысяч до аэропорта. Площадь парка неблагоустроенного. Зачем столько его так охраняться? Как будто здесь люди плитку воруют. Такой туалет. Ну, вот так все происходит здесь. С плиткой видно. Колючую проволоку они тоже любят. И везде хорошую травку обороживать. У меня нечего здесь сидеть. Чем-то она на Беларуси похожа. И так офигенность. Это типа библиотека. Первый заслон я прошел забор. Здесь оказался второй забор. Непонятно опять, куда идти. Что там такого ценного? Может, там Ленин тоже лежит? Катался где-нибудь на метро. Не знаю, у меня уже такое впечатление, что у меня привязано отношение к Индонезии. Мне нужно все здесь бить. Какие-то они странные. Метро это просто пиздец какое-то. Наземное метро, которое едет минут 5 и 10 минут стоит. Потом 5-5 ею, это 5-10 лет. Почему-то это непонятно вообще. Ребята, вот я прыгу в пруду. Кстати, это не дымка. Это смог. Здесь не очень чистенький. Все такое узенькое и узенькое. Вот так же вот люди. В этом районе я бы побоялся, что они не хотят. Красоты. Мне куда-то туда. Такие улочки классные. Тут, кстати, есть кислый колорит. Я бы сказал, что здесь есть все-таки колорит, но колорит одноразового дня. Достаточно один день здесь находиться, чтобы насладиться. И этого было достаточно. Дачка мега крутая. Вот так все. Тут даже 5 ею помещается. Это строительный магазин старой древесины. Дома разобрали и вот здесь таких магазинчиков распродают. У них, кстати, очень много скоплений. Вот наставила лапка все это. Делать что-то пробить из металла. Что-то вот есть. Это трущобы. У меня нет слов. Одни эмоции. Даже днем здесь ссыкот найти. Все любят фотографироваться. А еще особенно с белым. Здесь уже выбирают блох. Мне кажется, что они могут на меня напасть, разорвать. И через минуту меня уже не будет. Гуси. Вот так живут гуси. Живут и радуются. Потом умирают. И Женин сражают детей. Я был в аэропорте. Также небоскорубые. Взяли еще на самолете. Сейчас спят туристы. И я еще такой же ночлег. Где же это место? Продолжение следует.